В самом прекрасном современном искусстве. Я часто в программах, я думаю, те, кто слушает нас по субботам постоянно или переслушивает на сайте, могут вспомнить какие-то амуажи в сторону современного искусства и моды. Я часто говорю о том, что если вы следите за модой, несмотря на то, что, может быть, ваша деятельность напрямую с этим не связана, вы не являетесь шопоголиком и не сходите с ума от одежды, тем не менее, если вы интересуетесь модой и следите за ней, вы автоматически включены во многие процессы, в том числе вы автоматически следите за актуальной повесткой в современном искусстве. Потому что бренды уже давным-давно, ну, то есть я сейчас говорю буквально, наверное, больше, чем столетней традиции сотрудничества дизайнеров и художников. Я сейчас вспоминаю прекрасную Эльзу Скиапарелли, которая была сама модельером и таким сюрреалистом в моде. Я говорю о Ивсе Наране, который брал рисунки Пита Мандриана и помещал их на свои платья. Я уж не говорю, с кем успел посотрудничать Энди Ворхол, по-моему, со всеми просто. Это человек, который объял необъятное. От музыки до всех подиумов. Мне кажется, что его рекорд может побить только Харуки Мураками со своими веселыми смайликами, которые появляются и на футболках Юникло, и на сумках Луи Виттон, и, в общем, везде. Ну, окей, но Харуки Мураками все-таки для нас остается писателем. О, боже, что я говорю. Нет, а ты имеешь в виду, что у Юникло появились картинки Харуки Мураками? Это как раз его персонажи, правильно? Ты же про это? Ты знаешь, нет, я говорю про веселые смайлики. Видимо, сейчас какая-то у меня произошла сбой системы с именами. Японский художник, который большие смайлики, у него была персональная выставка в гараже. Так, художница, да, скорее всего? Художник, мужчина. Художник, мужчина. Подскажите мне. А давайте начинаем рубрику с главного вопроса. Как зовут художника? Японец, в гараже была большая выставка, рисует веселые смайлики. Его главная такая философия – это позитивное искусство. Были коллаборации с Юникло и Луи Виттон. Знаешь, что интересно? Обычно же ты можешь открыть Инстаграм и сразу посмотреть, что было в гараже. Но поскольку я не была на этой выставке, но я была... Да что ж вылетело у меня все из головы? Это веселые вот эти картинки. Но это японка, которой уже достаточно много лет. Вот эти, знаешь, грибы, которые были на красном царе. Дорогие друзья, держим линию. Это мужчина, я вас уверяю. Это я точно не перепутала. Пожалуйста, напишите нам. Марин, ну в любом случае, ты совершенно права. Да, искусство пропитывает все. Я даже иногда не могу понять, что важнее. Мне кажется, художники пропитали исключительно все. И, кстати, музыку в том числе. Но слишком много оттуда идет. Вот такое ощущение, что это и есть основной вид искусства, все-таки изображение. Изображение, да. И мне кажется, это такой очень, понимаете, вне национальный вид языка. Потому что, конечно, искусство – это вид коммуникации в некотором смысле. И художники рисуют, пишут, строят скульптуры намного лучше очень часто, чем говорят. Хотя мы сегодня поговорим с некоторыми художниками по-настоящему, по-человечески. Но у искусства нет. Ему не нужен переводчик. Его может понять каждый. И поэтому оно, конечно, интернациональное и вечное. В этом смысле тоже удивительный вид медиума, который как раз-таки, наверное, поэтому в том числе доступен и музыкантам, и поэтам, и архитекторам, и, конечно же, дизайнерам. Потому что сегодня мы будем говорить о сотрудничестве модных домов с художниками и наоборот. И будем говорить мы, на самом деле, в очень конкретном смысле. Дорогие друзья, я сегодня подготовила для вас такой интересный анонс. Не стандартный для нашей программы, потому что мы обычно про разумное потребление, про какой-нибудь умный шоппинг. А я сегодня хочу вам рассказать про три открывшиеся выставки в Москве. Трех прекрасных совершенно молодых российских художниц, которые каждая по-своему очень тесно связана с миром моды. И вот на примере их творчества и их карьеры я хочу вам просто воочию, не голословно, как обычно, вот там где-то за семи морями большой бренд что-то сделал с большим художником. А вот прямо здесь и сейчас наши молодые художники. Аполлинария Браше, которая недавно сделала коллаборацию с крупнейшим скандинавским шведским брендом Акне. И на показе вышли модели, обнимая ее керамические скульптуры. Я сейчас говорю про Викторию Кошелеву, которая тоже открыла выставку вот в галерее Триумф. И она будет проходить до 18 апреля, которая делает карнавал и сотрудничает с брендом Гуччи. И про очень интересную художницу Ольгу Шурыгину, которая вообще изначально начинала как дизайнер, модный дизайнер, она делала одежду, а сейчас перешла совершенно в полное современное искусство, полный арт. Это был маленький тизер, дорогие друзья, о чем мы сегодня полчаса будем говорить. А вы, пожалуйста, пишите и звоните, рассказывайте. Вообще следите ли за современным искусством? Есть ли любимые художники? Куда вы вообще ходите смотреть выставки? И, конечно, что за японский художник, который вылетел у нас с Мариславой? Ну смотри, если говорить про Юни-Клод, то футболки они, конечно, выпустили с Харуки Мураками, который писатель. Но Гараша — это Такаши Мураками или Такаси Мураками. И, кстати, он очень похож на ту самую Яо Кусау, Кусама, которую я имела в виду. А Кусама, она совсем, конечно, другая, но она про кружочек, она про вот эту Поль Кудо. Хорошо, а у Такаси Мураками разве нет кружочков? А у него кружочки с глазками и ротиками. Вот, вот это вот отличие. Я тебе скажу, что у Кусамы тоже ротики, между прочим. И они кусаются. Мне очень нравятся наши слушатели, да, потому что, ой, ну знаешь, и Миядзаки вспомнили, но это немножко не сюда. Тоже прекрасный художник. Да, да, даже, может, самый крутой из всех, кого мы сейчас упоминаем. Мы не будем сейчас на рейтинге составлять опасно. Пишите, пожалуйста. Мне, кстати, ужасно интересно по поводу российских художников, действительно, российского современного искусства, потому что Эрика Булатова, Виктора Пивоварова, Илью Кабакова мы все знаем, да, такой концептуализм ещё с советских времен. А что сейчас? Вот зачем вы следите сейчас? Ну и начнём с Дэвида Боуи и Golden Years. Дэвид Боуи сам неплохо рисовал. Я тебе только что показывала картинку. Игги-поп в окрестностях Берлина. Работа Дэвида Боуи 1978 года. Я одевался. Все его наряды — это произведения искусства. А знаешь ли ты работы Сигитака Курика? Нет, это кто это? В общем, это наборы эмоций. Это как древние эгипетские роглифы, только эмоции? Мне кажется, это вполне может быть. Когда ты говорила эмоции, ты имела в виду что? Когда ты говорила о... Ну, смайлике. ...мураканах. Ну вот, и здесь смайлики. Это точно такая симуракана, кого я перепутала. Посмотри, какая штука. Оно, кстати, забавно. Для экстренной профилактики ОРВИ после контакта с инфицированным человеком. Да, это чувствую, такой египетский стиль, да? На новый лад. Я чувствую, ты впечатлилась, вдохновилась Египтом. Я прочитала твой последний пост, и он оттягат от жизни. Я говорю, я прочитала твой последний пост, и он оттягат от жизни. Конечно, ты знаешь, это выглядело не всё так радужно, как ты рассказывала. А у меня есть следующий, там чуть более позитивная. Хорошо. Смотри, какой-нибудь телефончик смешной. Так. И мы снова в студии. Мария Армас, Мария Каберидзе. Лукбук прекрасный сегодня посвящён современному искусству и моде. О том, как это сочетается, как они коллаборируют, где точки соприкосновения. И чтобы не быть голословной, я сегодня решила привести примеры просто, ну, буквально трёх прекрасных художниц, наших русских, российских, молодых художниц, которые по-разному, но сотрудничают с разными брендами. И вот первое, с кого я хотела бы начать, это история совершенно, наверное, невероятная, большого такого масштаба, в смысле, ну, это прямо вау-история. Аполлинария Брош – это российско-французская художница. Российская, потому что она родилась и выросла в России. Французская, потому что она живёт во Франции. Ну, и потому что её папа достаточно известный в России коллекционер искусства Пьер Браше, насколько я понимаю, да? Именно, да. Аполлинария решила из Броша, из Браше стать Брош. Возможно, но сегодня мы сейчас не о фамилиях, а о творчестве прекрасном. И она закончила французскую школу Бозар и выставляется в России и во Франции, ну, в общем-то, везде. И тем временем, буквально под Новый год, ей приходит звонок и приходит запрос от шведского, скандинавского бренда Акне, который, я думаю, что фанаты минимализма и такой конструктивной геометрии очень любят и знают, о том, чтобы сделать совместную коллаборацию, о том, чтобы Аполлинария Броша, которая работает в основном с керамикой, делает скульптуры, объекты, устраивает такие большие, ну, такие целые сказки. Я, например, очень люблю её вазу, ваза-привидения, в которой, знаете, как пакет, и из неё вырываются разные какие-то привидения кошечек и того, что ты купил в магазине, в общем. Очень разные истории делает животных, замки сказочные. И Акне попросил подумать на тему животных для их новой коллекции «Осень-зима 2021-2022», что уже большое событие, потому что к осенним коллекциям бренды относятся намного внимательнее, и эта коллекция всегда крупнее, больше по своему объёму. И сроки там, как мне рассказывала Аполлинария, были просто совершенно сумасшедшие, но у них получилось посотрудничать, и в новом сезоне уже с сентября во многих магазинах по всему миру, кроме, собственно, одежды и аксессуаров, появятся прекрасные керамические скульптуры Аполлинария, с которыми на показе модели выходили буквально в обнимку, как с сумочками. Посмотреть показ можно онлайн, но вот про эту коллаборацию очень классно говорила сама Аполлинария, потому что в какой-то момент бренд выбирал, собственно, страны, которые запрашивали эту коллекцию после показа, ну, так обычно происходит, Токио, не знаю, Америка, Франция, Австралия. И Аполлинария, в конце концов, сказала, и обязательно добавьте Москву, потому что я из Москвы, я хочу, чтобы мои работы были в Москве. В общем, вот такой вот интересный опыт для молодого художника – это, конечно, невероятный большой билет в такой абсолютно прекрасный новый мир. Несмотря на то, что мир искусства, ярмарки, выставки в крупных музеях или галереях – это совершенно такой один обособленный путь, но мир моды, он постоянно интегрируется, и поскольку мир моды – это такой мир, который захватывает всех и внимание приковывает большого широкой аудитории, сотрудничество с крупными брендами является, ну, очень хорошим, интересным трамплином, плюс интересным опытом для самого художника. И тот факт, что в пространстве бутиков, которые сами выглядят, мне кажется, как арт-пространство магазинов Акне, появляются арт-объекты – это супер. Обычно Акне сотрудничает с крупными известными художниками, работающими в разных медиа, и то, что они обратились к молодой русско-французской художнице – это просто вау, классно. Сейчас всё больше и больше брендов обращаются именно к новой крови, к молодым, ещё, может быть, не так известным художникам, скажем так, вдохновляясь им их свежим видением, которое абсолютно, да, буквально снимает с поверхности всё самое актуальное. И, со своей стороны, поддерживая их творчество. В общем, вот такая классная коллаборация. А посмотреть на работы Аполлинарии Брош прямо сейчас вы можете в галерее «Триумф». До 18 марта проходит её персональная выставка, и это здорово посмотреть на работу, которую она сделала непосредственно для своей собственной независимой выставки. Ну, а у нас на линии я дозвонилась художница Виктория Кушлева. Виктория, добрый день. Здравствуйте, дорогие мои. Вика, дорогая, я хотела бы представить, что, да, Виктория Кушлева, наша московская, и Paris Base, потому что работает и держит мастерскую в Париже, художница. Вместе с этим параллельно прямо сейчас в галерее «Триумф» проходит её персональная выставка, также до 18 марта, на которую можно прийти и посетить. Но я хотела бы поговорить с тобой, Вика, дорогая, не только про твоё творчество непосредственно, про живопись, которой ты занимаешься, но и про сотрудничество с брендом «Гуча», о котором я знаю, потому что бренд «Гуча», он вообще весь такой пронизан артом, молодёжью, всё такое богемное, всё такое необычное, все показы как перформансы. Извини, что значит «молодёжь»? Я Николай Дроздов. Ты сейчас... А Николай Дроздов — это герой молодёжи современной. Соглашусь, соглашусь, да. Который проходит невероятный ренессанс. Да, спасибо. Вика, расскажи, пожалуйста, про историю вашего совместного мероприятия, о том, как это связано непосредственно с твоим творчеством. Как это работает, когда бренд «Гуча» обращается к молодому художнику и говорит, давай вместе вечеринку сделаем. Да, давайте с вами расскажу. Я быстренько поправлю по поводу выставки, она до 18 апреля. Да. Чтобы все не ломили закрытые двери. Пишите мне. А по поводу сотрудничества, это правда очень любопытно, потому что я всю свою жизнь занимаюсь искусством. И, конечно, в какой-то момент стало переходить в формат уже вечеринок, мебели. Мой весь дом уже выглядит просто как одна большая картина. И в какой-то момент «Гучи» вышли на меня с желанием объединить наши усилия, сделать общее мероприятие с моим видением, с такой мистической карнавальной атмосферой, потому что это всегда в моих работах присутствует. Скоро раз на выставке вы можете это увидеть. И это было так любопытно, потому что абсолютно открытый бренд. Они не дают полный карт-бланш на создание атмосферы. Это было на Патриарших прудах, в павильоне. Очень красивое пространство. И плюс я понимала, насколько меня это вдохновляет, потому что пока рассматривала ткани, детали, текстуры, это меня провоцировало на какие-то новые образы. То есть это такая совместная работа в обе стороны. И бренд с тобой заряжается, и ты точно так же от бренда берешь вдохновение. Виктория, а я сейчас листаю ваш инстаграм и смотрю работы. Как вы определяете, вы в каком стиле работаете? Ой, мне кажется, это мистический, стерилистический неореализм. Зайдите, кстати, в инстаграм, посмотрите Виктория Акошлева. Виктория, спасибо тебе большое. Но я знаю, что также бренд Гуччи присылал тебе наряды, например, на открытие твоей выставки на Космоску в прошлом году. Расскажи, пожалуйста, насколько для тебя, какое место мода как таковая занимает в твоей личной истории, в твоей личной карьере, может быть, в творческом пути? Потому что некоторые считают, что а-ля художник, но неважно, как одет. Вот ты что думаешь об этом? Я считаю, что это прямая проекта у меня и моего внутреннего мира. Я совершенно поддерживаю свои картины самой собой, своим присутствием, общением. И мне было очень интересно, что главный офис в Италии Гуччи меня стилизовал. Они обговаривали, как я должна выглядеть на фоне своих работ. И, конечно, это такой очень интересный опыт, который мне был приятен. И для меня мода важна. Я за ней слежу абсолютно как за отдельным видом искусства. И точно так же это искусство применяю на себя. Поэтому я не могу разделять свое творчество и как я выгляжу. Это совершенно одно целое. Спасибо тебе большое. Ну что ж, дорогие друзья, галерея «Триумф» Виктория Кошелева с нами была. До 18 апреля вы можете прийти и посетить ее прекрасную выставку. Художники, они все-таки визуалы. Вот сколько я не могу себе представить художников. Ты спрашиваешь про одежду. Ну это, конечно, такие продолжения. Сейчас будет продолжение и художницы, и визуалы, и музыкального образа. Это Граймс, которая изначально... Ну, вообще-то художница. Далее вторая, пожалуй, певица. И третья жена Илона Маска. Вот давай вот так. Расставим приоритеты, да. Певица Граймс. Мари, давай посмотрим, за кем следят наши слушатели. Елена Исочев пишет. Добрый день, люблю художника Виктора Гауса. Он вывел написание портретов на совершенно новый уровень. Обожаю следить за его работами. И портреты совершенно уникальны. Вот я сейчас открыла инстаграмы Виктора Гауса. Это иллюстратор из Санкт-Петербурга. Ну вот я смотрю у Людмилы Гурченко в портрете. Такое, ну не пинап, я не знаю, как это даже сказать, да? Мне кажется, очень пинап. Это 60-е, как раз карнавальная ночь. Я вижу этот образ из того фильма как раз, да? Ну тут рядом Джокер, тут сложная карнавальная ночь, я бы сказала. Спасибо большое за то, что делитесь. Кого вы любите, за кем следите из российских табакуков. Ну, кстати, Сочи. У вас там рядом Краснодар совершенно прекрасный. Ресайкл, да? Из своей вот этой знаменитой проволоки. Очень сложная техника. Поэтому, Сочи, если вы на машине, садитесь, езжайте в Краснодар смотреть красивое искусство ваших буквально соседей. Очень известной, прекрасной нашей гордости, нашей страны группы Ресайкл. А тем временем у нас на линии еще одна российская художница. Ольга Шурыгина, у которой буквально недавно открылась персональная выставка в пространстве лобби. Это прямо рядом с галереей Триумф. То есть я вам предлагаю очень красивый маршрут около парка Заряди и Красной площади, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о современных художниках и о том, как они связаны с модой. И у нас сейчас на связи Ольга Шурыгина, которая изначально стартовала как дизайнер одежды. И я помню, что я была на одном из ее показов, и она просто подавала невероятные надежды. Считалась такой восходящей звездой нашего дизайна. И как молодой дизайнер, ну, могла бы уже построить гигантский бренд. Но в какой-то момент перешла в современное искусство. Алло, Ольга. Мари, привет. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила перейти из моды, да, из создания одежды в создание искусства? Добавлю немного в философии в ваш эфир. Есть такая красивая легенда о синей птице. Люди искали синюю птицу по всему свету, а оказалось, что все это время она была во дворе их дома. И это примерно история про меня. Как только я родилась, я взяла в руки карандаш и мамину помаду, которой разрисовывала стены в нашей квартире. Потом в поисках себя я ушла в моду на несколько лет. И вот эту историю, которую ты застала, приходя на показы и так далее. И плюс в то время, когда я искала себя, мода на тот момент она опьяняла. В том смысле, что дизайнер тогда был некой такой рок-звездой, как Александр МакКуин. И с его смертью мода окончательно сдалась маркетологам. В моем таком ощущении. И я поняла, что мне нужна абсолютная свобода от сезонов, от обязанностей. И такое бунтарство, чтобы позволить себе заниматься всем, чем я только хочу. Поэтому я вернулась к искусству, к рисованию. Это то, с чего я начала когда-то в детстве. Расскажи, пожалуйста, про сейчас твою первую персональную выставку. Что там можно увидеть, в каких формах, какие медиа ты задействуешь. И как это связано, как, может быть, в этом все-таки проявляется твой модный бэкграунд. И, наверное, бэкграунд твоей семьи. Потому что вот есть у нас информация о том, что твоя бабушка еще работала на ткацкой фабрике. В общем, расскажи, пожалуйста, про это. Да, все, чем я занимаюсь, это некое создание такой вселенной, моего видения на тему в основном женщин. И все это началось с такого интереса к моей бабушке, которая действительно всю жизнь проработала главным художником по тканям в Узбекистане, на местной фабрике по изготовлению шелка. И вот эта уникальная история моей семьи, она послужила такой отправной точкой в мое такое путешествие в искусство. И сначала я начала с таких очень классических понятий об искусстве. Это некие фотографии, постановочные фотографии. Но потом, спустя несколько лет, меня совсем унесло в абсолютное, скажем так, безрассудство. И я начала снимать кино. И это проект «Мираж», который сейчас можно посмотреть на сайте ift.world. Очень интересный фильм, документация такого вот масштабного проекта по сбору тарелок в Узбекистане. На самой выставке в лобби можно увидеть мою коллаборацию с лобби и Дулевским фарфоровым заводом. Мы создали такой очень красивый сервиз посуды, как некая возможность такого доступа в искусство. Купить его за очень небольшие деньги. Вот, такое вот общественное достояние. А большая часть проекта — это мои рисунки, графика, в том числе одна очень большая работа. Это в основном акварель. Это серия фотографий. И такой небольшой архив из бабушкиных фотографий. И архив по созданию той самой посуды. То есть можно прямо увидеть, как я придумывала и создавала это. Ольга, это очень красиво. Вот мы сейчас показываем на YouTube-канал и вместе с Мари смотрим очень красиво по посуде. И обязательно следите за анонсами. Совсем скоро, я думаю, через месяц мы будем презентовать там книгу. Собственно, с нее началось наше знакомство с лобби. Это будет очень такая интригующая, чудесная история бунтарская. Ольга, спасибо большое. Ольга Кошелева была у нас в эфире. Мария, давай напомним, прошу прощения. Ольга Шурыгина и ее персональная выставка в пространстве лобби, недалеко, да, буквально от гостиного двора. И напомним, что мы напомним нашу... Ольга Шурыгина, Виктория Кошелева, Аполлинария Бруш. Напомню, пожалуйста, в каких галереях такой маршрут. Два адреса. Идем в галерею «Триумф» до 18 апреля. И прямо сразу вместе с чашечкой кофе прогуливаемся в пространство лобби, которое находится в гостином дворе. А там и парк «Зарядье», и Красная площадь, и вот прекрасный день уже распланирован. Кстати, о «Ресайкл», которых ты вспомнила, нам Сергей пишет, что у «Ресайкл» планируется коллаборация с «Диор». По-моему, она уже была. Ведь есть сумки, и «Ресайкл» было предложено сделать одну из сумок «Диор». Это было выставлено в Пушкинском музее. Это было, мне кажется, в прошлом году, скорее всего, да? Это было не в прошлом году, это было несколько лет назад. Это было так, это была большая выставка «Диор» в Пушкинском музее. И «Ресайкл» сделали такой, ну, как бы, свой объект. Да, это был объект, знаешь, но с одной стороны, это сумка «Леди Диор», но это выглядело как слепок, или как что-то, что мы нашли через миллион тысяч лет в каком-то таком космическом виде. Это действительно так. В общем, есть чем гордиться, и зачем следить за российских молодых художников. Ну и, конечно же, следить параллельно за модой. Все очень взаимосвязано, сплетено, дорогие друзья. Я надеюсь, что мы вас немножечко вдохновили, и ждем вас на выставках до 18 апреля в галерее «Триумф», Аполлинария Брош, Виктория Кошелева, и сразу за углом пространства лобби персональная выставка Ольги Шурыкиной. Спасибо всем, дорогие друзья. Хороших выходных, прекрасной субботы. И программу можно пересмотреть на YouTube-канале «Серебряного дождя». Если вдруг не запомнили, где что и до какого числа, заходите, переслушивайте YouTube-канал «Серебряный дождь». Субтитры сделал DimaTorzok